Девушки отдыхают 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 был паладином, а потом, после того, как у него с мечом не сложилось, вот, он стал Реттером Смерти. И заклинания из позитивных превратились в деструктивные. То есть было лечение, Холли Лайт, вот, стал Койл, Кольцо Смерти. Вот, но эффект, в принципе, такой же, то есть, но обратный, то есть лечение лечит живых и союзных, и демеджит нежить. Вот, а Койл, соответственно, бьет только живых, а дедов лечит. А также эти герои несколько похожи по аурам, то есть у них, у обоих есть аурный, ну, в общем, аура, у одного защитная, прибавляющая броню 1,5-3 и 4,5 единицы на уровень, а у другого такая более агрессивная броня, увеличившая скорость перемещения и регенерацию жизни. Вот, ну и также у них есть, конечно, защитные заклинания, что-то можно параллельно тоже подпроводить. У одного инвул, у другого деспект, один делает неуязвимым, другой добавляет жизнь за счет жрания собственных жертвоприношений, можно даже сказать, собственных юнитов. Вот, а принципиальное отличие в том, что у лечения, во-первых, он стоит дешевле, у него фулдаун на секунды меньше, там не 7 секунд на 6, не 6 секунд на 5, вот, и он действует моментально, то есть если Койл летит, и с юнита может во время полета Койла что-то произойти, там, он, например, будет телепортирован, или его подлечат, или его затащат в дирижабле, или это герой выпьет какой-нибудь потион, там, инвул, например, неуязвимость. Вот, Койл улетит в пустоту. А Паладин, если уж он раскрыл свою книгу и скастовал заклинания, оно моментально достигает цели, и это, конечно, пожалуй, самое главное отличие. Сейчас Паладин, во-первых, криппинг был в второй зеленой точке, Паладин должен был уже давно, он уже получил второй лев, и забежал в магазин, купил персональные телепорты, ботинки, у Паладина есть некоторый минус по сравнению с ДК, у него ниже скорость перемещения, потому что ДК все-таки на лошаде, согласитесь, да? Вот, а Паладин на своих двух бедолага бегает. Вот, он увидел Андеда, купил персональный телепорт, понял, что он может крепиться, да и он должен был возвращаться к своей армии, да и персональный телепорт ему пригодится в будущем. Стратегии через Паладина, на что они рассчитаны? Ну, первое, то, что у Андеда все юниты Андедовские, это все прекрасно лечится, то есть лечение действует не только как оффенсив спелл, в смысле, дефенсив спелл, но и как атакующее заклинание. Вот. Ну и сочетание с божественным щитом, то есть вот со вторым спеллом, который сейчас качает наш герой. Третий левел, кстати, получает Паладин уже, но это правильно, был пауэркриппинг. И, смотрим, удар, лечение, Койл влетел, Койл был пущен, но он не долетел до цели, а лечение как бы чик, о чем мы и говорили. Берутся ополченцы с мэйна, здесь уже завязывается битва, противник уже Саурой, у него есть Койл, хоп, но лечение второе не оставляет шансов, лечение наносит там 200 урона. Ну, собственно, так же, как и Койл, в принципе. 100-200-300 урона и лечит, соответственно, 200-400-600. В зависимости от левела. С Паладином, так же, как и с Маутан Кингом, да и вообще Хуманы очень редко играют. Оп, не успел добить, классно. Тут противник должен был Койлом добить нейтрального монстра, чтобы забрать опыт у Паладина, но вот благодаря таким вот замахам, они же играют на лане, да, то есть замахнулись, вы нажали кнопку стоп, и все опустили оружие, не атакуют. Вот, а Деката должен чуть заранее кихнуть Койлу, и вот он поддал, сначала не поддался на провокацию, а потом не успел добить после там третьей атаки, которая оказалась действительно действенной. Хуманы, как правило, ставят экспант против Фандеда, потому что, ну, потому что могут это себе позволить для начала, да? То есть стратегии выбираются, ну, выбираются стратегии наиболее легкие, наиболее действенные, эффективные. Вот, и, как показала практика многочисленных игр, поставить экспант в защиту полченцев можно довольно просто. Вот, в конце концов, футмены сильнее, чем Гули в начале, плюс еще рабочие и, возможно, с пару криппинга. Вот, поэтому сейчас строят нычку, Анде должна харасить. Вот, приходит второй герой Панды, Пандарий Створа становится все более-более популярным, потому что может так вот сдувать рабочих, потому что очень полезный на более поздних этапах игры против танков, против рептолетов, против Тайра 2. Панды вообще очень хороший герой, Анде начинает вслед за эльфами ее вязать. Вот, еще одно дыхание, все рабочие красные, Гули тоже, конечно, убиваются, падает тролль. Павлович может перелечить своих, убивать врагов, но не предпочитают убивать врагов. Здесь не хватает магической вышки, кстати, которая бы выжигала ману у фандарийского пивовара, да и у ДК можно. А панды выпивают, кажется, бутылек ману, это по анимации был бутылек ману. Ману сейчас, если дыхание еще одно будет, то это... В общем, но все равно башни стреляют, у них там урон чуть больше двадцатки, они довольно быстро справляются. Судя по крикам, было где-то у где-то 5 рабочих и где-то 5 гулей. Что довольно справедливый размен, выгодный, конечно же, хуман. Так, добивает своего футмена Паладин. Не сочетается, конечно, его геройская амплуа с теми действиями, которые он совершает во время игры, но не поднял бы свой молот Паладин на футменов. То есть у него все общие заклинания и по кампании. Это герой очень благородный, который... И воскрешение, что... Чего стоит на ультимате 6 союзных линей. Интересный был момент, Панда гналась за троллем, он остановился на секунду, прошел пулдаун, он смог себя подлечить, и после лечения он выдержал еще один удар. Вот. И отдался там тролль на... на нейтральных монстрах, чтобы не дать опыт врагу. Все еще ТР-1. Утухо. Противник, скорее всего, уже делает грейд на ТР-3, у него грейд, скорее всего, опять-таки, наполовину уже сделался. Как играет, по какой стратегии, если коротко играет Андер? Он понимает, что Хоман будет стоять в экспант, он старается его харассить, мы эту картину пронаградали, и дальше он должен приходить с первыми дестройерами и пушить. Ой, я-я-я, строится магическая вышка, тут приходят Андерский герой, но рядом, вроде как, рабочий, можно зачинить. Вот Андер после того, как старается всеми силами харассить Хомановский экспант, он идет в дестройеры, потому что Хоману, ну, нечем говорить в дестройеру, кроме башен. Вот, есть, конечно, рифлы, но рифлы не очень уверенно смотрятся на фоне Гули и с Фрэнди, обойминейшенов и прокачанной панды. То есть есть некое сочетание от Айр-3 юнитов, которые не оставляют шансов рифлы. Де рифлы, по сути, это такие юниты, которые отстреливаются и классической связкой, и Койлом, и новой, поштучно, а сами они дорогие. Вот, снова приходит Андер, снова в попытках убить эту вышку, он видит, что эта вышка магическая, а магическая вышка как раз-то на Харас останавливает Андерский герой, Андерский герой вынужден отступать. Сейчас как раз так и получилось, потому что выжигают за один выстрел порядка там 10 маны у героев выжигают у винтов 20, у героев меньше. И вместе с маной еще в жизни. Вот. В чем ценность паладина? Паладин, благодаря своему диване щелду, божественному щиту, он убивает эколитов и спокойно забегает на базу Андерса. Сейчас убивает, кстати, ДК. Оп, вот так вот. То есть просто прибежал, сначала паладином поймал, ДК увидел, что он битый был, ну, после Харас он был как красноватый, но сейчас башня строит интересный процесс. Настоящие, как бы, стратеги поймут, насколько он творческий. Вот так вот. Просто многие считают, что башня это, как бы, не совсем честная игра, не скучная игра, не зрелищная игра. Вот. И как он лоб и ставит, тык-тык-тык. Ну, не одну тысячу башен за свою карьеру игровую построил. Конечно же, это тоже надо уметь делать. Увидел битого ДК, который возвращался, сделал ему лечение, этот вынужден был телепортироваться, но рядом уже был паладин, он забежал на базу к Андеду и поймал его на телепорте. Андед не успел в лапке купить лечение, чтобы как там пережить холи-лайт. Вот. Тем не менее, у Андеда есть снятамусила, он от него отказываться не будет, несмотря на какие-то потери героя. Такие... Это, конечно, упущение, но не повод меняет стратегию, поэтому у него грейд на ТР3, вот, кажется, уже закончился, он делает грейд на дестроеров, и это знак хуману, что пора грейдить башню и достраивать дополнительно. Вот. Потому что скоро прилетят дестроеры, их, конечно, башню убивают, ну, как они убивают, они наносят бонусный дэмэдж в 200%, но с другой стороны их дестроеры тоже наносят бонусный дэмэдж в 200% по башне. Башню можно чинить, но с другой стороны панда подходит и дышит по рабочим, которые чинят башню. Тоже неприятно. А... В принципе, если все делать правильно, тянуть время, чтобы дестроеров не было маной, они прилетают с маной за счет того, что если лежек высасывает ману, у них увеличивается урон в два раза и появляется колоссальный сплэш, и поэтому, кстати, башню не нужно строить близко друг к другу, а она, по крайней мере, на расстоянии клетки, а лучше две, потому что сплэш там действительно большой. Если переждать, пока мана уйдет, у дестроеров, там с каждым выстрелом, кажется, по 20 маны стоит один, так называемый, орб, вот, то дестроеры уже не справляются с башней. Кроме того, нужно делать грейд башни на броню. Сейчас паладин, в невидимости, забегает как олитом, там глухая застройка с гуратами, это контрак палыча, он не может пройти. Вот, ну я не знаю, у него там пятый левел, не пятый, вот он уже пятый метил. А на пятом левеле он вообще с одного, да, вот почти пятый левел, там еще 100 мут экспириенс выпадает. Ну ему он даже не нужен, вот он ждет, когда появится у него третье лечение, появилось, все, одно лечение и нет околита. Налетают дестроеры, о боже! Он делает сразу же персональный телепорт, и, наверное, надо, да, начинает бить ДК, там, ТР-2 доделывается. ДК, чувствуете, как он плохо смотрится на фоне пятого палыча? Два лечения уже больше половины жизни сняли, плюс кулдаун, еще напомню, у него меньше, чем у Койла, и плюс, как бы, не закидать Кайлами палыча из-за его инвола. Даже на первом левеле он там довольно серьезно, поэтому ДК ориентируется, но панда дышит она там на рабочих, дестроеры вырываются, правда, всю ману потратили на башню, но уничтожили практически все башни. Рабочий чиня там вокруг скопились, стараются, но дестроеры убивают все башни, тут считаем, свиты, остаются все две башни, но они шахты не простреливают, поэтому да и их убить в принципе можно несложно. Далее на ТР-2 ТХО строит хавкор. У него есть, конечно, несколько вариантов развития стратегии, он может делать кастл, строить танки, он может делать кастл, строить вертолетики против опять-таки дестроеров, но он решил сделать хавкор. Возможно, это такой сейв-вариант промежуточный, который позволит ему сейчас уже воевать с дестроерами. Хавкор, тем не менее, это вариант скорее временный, он переходный, не на перспективу, как танки и вертолеты, потому что вертолет тоже сомнительный, потому что второй герой панды и все это сдувает с пандами. Вертолетов и танки у них жизни меньше, чем очень мало в жизни. Против панды идеальный вариант, конечно, делать, что это вроде сплотбрейкеров или коней, но не в этой игре, здесь будет все поддругому, дестроеры летают косяками, палочного лечит героя противника, дестроеры снова налетают на базу и убивают на Мэйне. Практически все оставшиеся башни остаются одна, но ее пытаются чинить, конечно, не получится, там уже критическая масса такая, что они перечинивают. Увелся первый Хавк. У Хавка бонус по дестроерам, конечно, то есть наносит он тоже 200% урона, дестроеры с небольшим бонусом тоже атакуют 125%, но тема в том, что Хавки они, во-первых, они от панды уязвимы, что дыхание пары снижает боевые качества и уменьшает жизни, плюс на дестроеров не действует лассо, потому что это все-таки магия. Тем не менее, если закупаться свитками, хавками, можно воевать, особенно стоит им делать горит на атаку, кучка, помня о том, что есть бонус на именно урон. Так, палыч, в принципе, с пятого левела, он, если вот его просто заставили вернуться на мейн, а так он андетовскую базу сносит соло. То есть он приходит, врубает второй инвул, а за этот второй инвул он убивает всех рабов. Всех пять рабочих. Вот, сейчас вот он, андет грамотно, правда, застроился, и палыч, а нет, он может достать, конечно, вот здесь он забегает. раз, лечение, проходит пять-шесть секунд, пять все-таки. Пять-два рабочих, и вот довольно все просто. Тут даже математика идет отрицательная, не в пользу, далеко не в пользу андет, потому что регенерация маны стоит, там, бутылек регенерации маны стоит, получается, дешевле даже, чем аккалит, не говоря уже о том, что андет не добывает золото, андет теряет опыт, андет как бы тоже опять-таки теряет золото за счет того, что сейчас будет битва хавки против дестройеров, получили винные пары хавки, и сейчас получишь, кажется, дыхание, да, дыхание проходит великолепно по хавкам, они уже как бы небоеспособны, а дестройеры на против, у них есть маны, они со сплэшем атакуют тролля, хавки разбираются там сидеть с гулями, дыхание снова проходит, есть свиток, нужно свиток, скорее всего, езжать, палыч битый, но у него есть большой бутылок жизни, у нее есть свиток, у нее стингул, свиток читает, начинает покусить по дестройерам, дестройер этом отводит, андет лечит кайло, выходит маутон кинг, прекрасно тоже сочетается с паладином, потому что станет еще противником, наносит дополнительный урон, плюс его вообще не убить, если паладин прокачанный, потому что он там на третьем левеле восстанавливает 600 жизней, ну, вы сами понимаете это, койл наносит самым прокачанный 300, по герою даже 30% еще ресистый, с порядка 210 урона, а лечение 600, ну, не убить просто, пока маны есть, не убить, и палыча тоже не убить из-за его инву, связка очень жесткая, вот сейчас маутон кинг встанет панду, пытается вокруг впереди нее побегать, немножко не получается, потому что у панды есть ботинки, на нее действует андет с кай ауру, но есть еще один молоток в запасе, молоток, удар, и андерийский повар умирает, что для андеда очень-очень досадно, передает ботинки в маутон кинг к паладину, он до этого передал наоборот, для того, чтобы ну, панду догнать, маутон кинг идет в это время крепится с хавками, палыч может действовать против андеда соло, та же самая схема, приходит на базу андеда, врубает божественный щит, никакой спелл не действует, никакой урон не проходит, если действует божественный щит, ничего, полный неуязвит, а таких скулов нет, просто аналогов таких способностей, это уникальная способность, и лечения, сейчас маутон кинга подлечили, и пошли охотиться на околитов, маутон кинг крепится один, ну, вместе, конечно же, с косяком хавков, вот, паладин не мешает экономике врага, мало того, что у тхо есть еще экспан, так он еще не дает нормально с одной базы собирать андеда, ну, полная наглость, околитов, околита одного подлечил, он умер, другие все вынуждены прятаться, здесь крепится МК, андед пытается хоть что-то там сделать, прийти там на мейн, спокойно, 6 левел, кстати, получает паладин, лечит еще околита, тут патовая ситуация, андед ничего просто не может сделать, вот, с одной базой ему не дают собирать, на мейне он с тройерами очень долго все будет бить, смысл на магическая атака, там треть только бьет по строениям, нереально уничтожить, вот, здесь еще попадает он в экспириенс, а паладин уже готов с новым диванщилдом лечить околитов, вот такая вот стратегия, я очень надеюсь, что вам понравилось, и ни одного андеда вы по такой стратегии еще убьете, стоит сказать, что будьте аккуратны, потому что она выводит из себя ваших оппонентов, потому что они осознают к концу игры, если вы сделали все правильно, собственно, без силы, вы можете даже с ним не сражаться, и все равно заставить его выйти из игры, а это обиднее всего, в общем, надеюсь, вам понравилось, всего хорошего, удачи, и играйте в Warcraft. Удачи!